Ну давайте посмотрим еще в каких примерах могут быть использованы графики. Ну простейшее интегрирование было здесь представлено, но бывает ряд случаев, когда график представляет собой более хитрую зависимость. Например, в качестве аргументов графика используется не сама величина, а какая-либо его функция. Ну вот давайте посмотрим на следующую задачку. Робот Вася спроектирован таким образом, что может взбираться по лестнице. После некоторого времени работы Т у Васи садятся батареи. Это время зависит от скорости В, с которой Вася взбирается по лестнице. На рисунке приведен график зависимости единица делить на Т от В. Вот здесь вот по этой оси будет единица делить на Т от В, а по этой оси будет сама скорость В. Ну, здесь давайте метр в секунду сдадим. Здесь будут секунды в минус первой степени. Раз, два, четыре, шесть, восемь, один… Дальше у меня не лезет. Ну, а здесь у меня здесь будет один, два. График пускай будет вот таким. Какова максимальная длина лестницы, на которой может забраться робот Вася? То есть требуется определить L максимально. Ну, вот в данном случае L максимально представляет собой произведение скорости на время. Скорость на время. И нам нужно найти вот эту величину, максимум этой величины. Давайте перепишем это произведение следующим образом. В делить на единицы на Т. То есть то расстояние, которое может пройти, будет равно вот этому отношению. Что такое В делить на единицу на Т? Для данной точки, для данной скорости В. Извиниться на Т у нас определяется как точка на графике. И отношение вот этого к этой величине, вот к этой величине, есть не что иное, как… Котангенс, катангенс, вот этого угла альфа. Отношение при лежащего катета к противолежащему. Или же единица на тангенс угла альфа. Когда мы рассматривали зависимость скорости от времени, когда мы рассматривали график, графическое представление, мы видели, что тангенс альфа – это не что иное, как величина производной. Ну или величина у нас была альфа – это величина секущей. То есть D дельта Y делится на дельта X. Все возможные значения L, значит максимальное значение L будет соответствовать минимальному значению тангенса альфа. То есть максимум L соответствует минимуму тангенса альфа. Ну и, соответственно, это же соответствует минимуму угла альфа. Осталось из этого графика найти положение минимума. Провести такой альфа, при котором… То есть провести такую прямую, при которой величина альфа является минимальной, но точка все-таки лежит на графике. Вот это вот будет альфа M. Альфа M. И, имея вот эту точку, мы легко находим значение скорости вот этого M. Ну и, соответственно, величины обратной времени. Прямо по данному графику. Ну а далее делим одно на другое, то есть делим L максимально будет равно VM делить на единиц на TM, соответствующей этой точке M. Аналогичные задачи встречаются, например, в теории теплоты, когда у нас имеются процессы таяния льда. Например, как это было в задаче только что прошедшей региональной олимпиады. Давайте посмотрим еще на один тип задач о графическом представлении. Угу. ... ... ... ... ... Продолжение следует...